Приветствую вас. Посчитал ваш вопрос. Довольно большой вопрос был у вас. Довольно много всего вы написали. Я, безусловно, по этим моментам пройдусь, хотя они, на мой взгляд, являются всего лишь следствием, потому что у вас определенно такой образ жизни складывался на один год. И, наверное, даже не одно десятилетие, что это мне подсказывает, и, соответственно, вот так просто взять и выйти из него, когда у вас дело привычки, и когда у вас абсолютно все напоминает об этом, и абсолютно каждая мелочь, каждый предмет в вашем доме, как бы говорит, вот, посмотри на меня, вот ты со мной живешь все эти годы вот так, их неделом должен все это менять. Ну, понимаете, на самом деле это мне представляется слабо возможным. То есть, даже если предположить, что работа у вас увенчается успехом, то есть вы начнете как-то вот по-другому смотреть на вещи, по-другому смотреть на проблемы свои, да, по-другому смотреть на свое состояние, то просто в силу привычки, в силу привычки и в силу того, что у вас есть возможность действовать так, как вы действуете, то есть вам все удобно в вашей положении, ну, об этом я еще вам расскажу. В силу ряда причин вы будете оставаться в этом состоянии битволия, в состоянии сильного битволия. Потому что, видите ли, то, что у вас называется прокрастинация, вот, и, как бы сказать, прокрастинация, она стала настоящим бичом современных людей, современного общества, в частности, общества людей, которые работают на себя, то есть прокрастинация, это, вот, преимущественно у тех, кто работает как вывод, с фрилансером, да, дома, за компьютером и так далее. То есть что такое прокрастинация? Прокрастинация – это постоянное откладывание на ботов с разными там проявлениями. То есть кто-то боится того, что будет, когда он закончит, например, делать какие-то вещи. Кто-то, например, боится, что у него не получится сделать то, что нужно, и поэтому откладывает на ботов. Кто-то, например, неуверен в себе, и из-за того, что он неуверен в себе, боится ошибиться. Ну, это он так думает, что я боюсь ошибиться, но на самом деле здесь не страх ошибок, а здесь немножко другое. Здесь страх того, что придет за ошибкой. То есть вот я ошибка, и что дальше за этим будет? Что дальше будет за этим со мной? Какие впечатления придут? Какие мысли придут за мной вслед за вот этой вот, например, ошибкой? Вы знаете, вот в качестве примера этого могу привести один вопрос, тоже платный от эксперта, от пользователя клиента Вадима. Там он мне поставил дизлайк на мой ответ. Вот, и вы можете посмотреть, и вот, вы знаете, я ошибся, да? То есть вот в формальном он скажет, что я ошибся. И вопрос начинается в том, как я реагирую на какие мысли у меня возникают, от того, что я ошибся. То есть страх ошибки сам по себе, он неестественный, мы не боимся ошибок, потому что ошибаться это нормально. Мы боимся того, что приходит за этими самыми ошибками. То есть прокрастинация может быть вызвана самыми разными причинами. И, вы знаете, я прочитал ваш вопрос, мне кажется, что у вас прокрастинация вызвана тем, что вы не уверены в себе. Ну, отчасти, отчасти. Вот, то, что вы худой, то, что вы не принимаете, не принимаете себя, не принимаете того, что вы худой. Вот это вот очень сильно, мне кажется, на вас влияет. То есть вот, с психологической точки зрения, это вот то, на что можно обратить внимание. Значит, неуверенность в себе самооценка. Работа над своей самооценкой. И, вы знаете, я, наверное, об этом еще и сгоню, но оказывается, что, оказывается, что это хочется, чтобы вы это зафиксировали. Самооценка у вас занижена и ясненно на работе. Далее. Что еще мне показалось из вашего текста, вот как я его увидел, мне показалось, что вы очень безэмоционально все написали. То есть, очень, так, знаете, рафинированно, схематично все. То есть, вот, встаю, там, такое-то время, ложусь в какое-то время, там, делаю то-то, то-то. Что вы чувствуете при этом помимо долга, помимо, вот, ощущения, что вы должны там что-то кому-то, помимо того, что вы испытываете, как бы, на себя, на себе давление со стороны других людей, помимо того, что вы чувствуете обязанности, помимо того, что вам периодически звонят друзья и зовут вас кулята. То есть, это все долг. Это все именно вопрос долга. А если мы с вами говорим не о долге, а если мы с вами говорим немножечко о других вещах, о том, чего вы хотите вообще, просто, вот, чего вы хотите, если убрать вашу работу, если убрать ваше увлечение, если убрать то, что вы вот, что-то должны быть постоянно и так далее. Что вы хотите? Что вам интересно? Что вам нравится? Например, вы говорите, что мне нужно развиваться как специалисту в своей области, ну, области деятельности, да, в своей скорей деятельности. Может быть, и надо. Но вопрос для чего? Зачем? Понимаете? Зачем вы это хотите делать? Если для вас это важно, если это проистекает из ваших ценностей, если вы делаете это, потому что вы хотите это делать, это одно. Если вы это делаете, потому что у вас нет другого выбора, например, это другое. Но это необходимо разграничивать. осознание того, что у вас, возможно, нет выбора, допустим, и соответствие того, что вы делаете, вашим ценностям, вашим установкам и потребностям. потребностям. Потому что потребностям вообще какие они, чего вы хотите, какие у вас ценности, все мешают эти ценности реализовать. Как правило, как правило, если обросить все возможные причины появления прокрастинации, о которых я говорил, то можно оставить одну главную. Это большое количество мотивов, которые как бы давят на человека и тянут его в разные стороны. То есть, знаете, есть такой хороший пример, когда животное усажняет в клетку, в клетку, в которой подведен ток. Вот такой слабый ток. Достаточно сильный, чтобы причинить боль. И недостаточно сильный, чтобы убить или повредиться. И вот животное в первое время начинает скакать, начинает прыгать, оно начинает метаться в клетке, пытается найти место, где бы этого только не было, но ток достает его везде. И в определенный момент животное просто лошадься и как бы смиряется с тем, что произошло. Оно теряет волю. Оно теряет для себя возможность субъективно на ситуации повред. на него слишком оказывается сильное давление к этой позиции. И вы, на мой взгляд, ну, как и любой человек, который согнулся с безволием, вы испытываете на себе вот это самое состояние, когда вы просто не верите, что можете изменить то, что вам, например, нужно, то, что вы, например, хотите, то, что вам, например, важно. Вы не верьте в это, вы не можете в это поверить, у вас нет возможности, по вашему мнению, это сделать, из-за этого вы переживаете такое безвода. Далее. Следующий момент, который я хотел вам сказать, больше медицинский, наверное, медицинский аспект, кстати говоря, медицинские термины это для психотерапевтов и психиатров, которые выписывают препараты, оснащаясь лечения и так далее. Мы, психологи, не пользуемся медицинскими терминами, мы используем психологическую терминологию и то, что вы пишите, что вы не будете ставить себе диагнозов, говорит о том, что вы, скорее всего, диагнозы себе не поставили, но членоправленно не хотите этого говорить, чтобы не сбивать нас, но у вас самому уже есть представление о том, что с вами происходит. Ну, просто там, когда человек говорит, что я не буду ставить себе диагнозы, он уже подумал о диагнозе, и у всех, скорее всего, его себе поставил. Такова особенность человеческого мышления. Тут, да, он начал сказать, касается аппетита, потому что, на мой взгляд, нет, ну, я могу, конечно, предположить, что у вас слабый аппетит, потому что вы мало двигает. Но вы говорите, что у вас быстрый ромен еще. Вы не полныете, как я понял, не полсеете, достаточно худой, что позволяет говорить о том, что испытывать голод для вас нормально. Заметьте, я все равно испытывать голод, не хотеть есть, а именно испытывать голод. Это разные вещи. И вот вопрос в том, что у вас аппетита обычно не бывает, это очень плохой признак. Это признак того, что вы нездоровы. Я не знаю, были ли вы врачи, не были ли вы врачи, но отсутствие аппетита говорит о болезни. Я, к сожалению, не знаю, что это. Вот вы отсылили депрессию. Ну, я не буду наличить на вас депрессия, но в любом случае весь я могу порекомендовать вам медицинское обследование, врачи общие хотя бы. Ну, и к психотерапевту обратиться для получения диагноза именно медицинского, как с кого. потому что аппетита отсутствие аппетита тоже плохо. Вот. Следующее, что бросилось мне в глаза, значит, это то, что вас раздражает грязь на улицах России. Вот это очень важный момент. Потому что понимаете, как получается, если вас раздражает грязь на улицах России, то очевидно, что вы не принимаете ее. Ну, то есть, не принимаете грязь, не принимаете вот реальность, не принимаете реальность, которая есть в нашей стране, ну, в России, или вы ее отвергаете. она вас угнетает. И вот здесь тоже важный момент. Когда я говорил про то, когда я говорил про то, что на вас влияют какие-то моменты, да, когда я говорил про то, что на вас влияют какие-то аспекты, когда я говорил о том, что вот вы смиряетесь с определенными обстоятельствами в своей жизни, когда я говорил об этом, то раздражение от мусора на улицах России к этому относится происходит. Почему вас раздражает то, что происходит не с вами? Почему вас раздражает мусор, который есть на улице? почему вы вообще как бы впускаете в себя в свой внутренний мир, в свои личные границы то, что происходит вообще не с вами? я полагаю, что это очень важный вопрос, потому что любое раздражение, любое раздражение, которое происходит с вами, которое вы чувствуете, оно имеет причину, и если раздражение имеет причину, это причина ваша, то есть понимаете как, дело не в мусоре, который на улице, дело даже не в грязи, которая на улице, потому что она была сам всегда, она есть, это объективная реальность, и я полагаю, что вот вам 30 лет, то есть родились вы где-то 80 в 56-м или 55-м году, вот, и в Советском Союзе практически не верили, и получается, что свою осознанную жизнь вы встретили именно уже в России, а в России мусор был всегда, поэтому то, что вас раздражает мусор и раздражает грязь, говорит о том, что вы не принимаете что-то в себе, либо вы профессионист в душе и хотите, чтобы все было вообще идеально, и колите себя и вините себя за то, что не можете добиться вот этого вот идеального, ну, может быть, состояния, идеального момента, идеальных результатов, идеальных каких-то достижений, да, вы вините себя за это, может быть, и именно по этой причине у вас происходит такой обкат. Можно, конечно, говорить о том, что необходимо отказаться от идеализации, хотя бы внутренней идеализации, принять незавершенность мира в этом случае, и постараться действовать уже исходя немножечко из того, что есть у вас здесь и сейчас. Я полагаю, что вот эта позиция, она куда более прогрессивна, значит, по отношению к вам. Далее, вы говорите, что ваша худоба, значит, важный недостаток, данный недостаток не нравится мне, делает неуверенно в себе. Вот вы говорите, что худоба влияет на ваше восприятие себя. Я хотел бы вас спросить, почему вы считаете, что внешность, внешние данные способны определить человек. Ну, то есть, я имею ввиду, почему вы считаете, что ваша худоба как-то определяет вас как личность, например. Я хочу сказать, почему вы считаете, что худоба делает вас кем-то плохим, кем-то ужасным, негативным и так далее. Откуда неуверенно в себе именно в контексте худоба быть? Предлагаю вам об этом тоже подумать. И кто сказал, что быть худым это плохо? Кто вообще сказал, что уверенность в себе зависит от нижних данных? Здесь можно говорить о комплексах. Комплексы в данном случае это своего рода установки, которые скорее всего выйдут из детства, но могут быть и закреплены у вас в результате ложных понятий, в результате объективных причин следственных связей, которые образуются в процессе жизни. И вот те первичные ситуации, которые закрепили у вас аффект, аффективное восприятие, необходимо отыскать и разобрать. так же я бы порекомендовал вам на мой взгляд такую форму реализации, как психоанализ, толкованный снов, там, что ваше поведение, оно может походить на соответствующее преневроз. То есть, если вы себя подавляете, как я предполагаю, если вы смиряетесь, допустим, с тем, что вот какая-то ситуация не ну, не поддается контролю с вашей стороны. Если я прав, то определенно, совершенно определенно вам нужно будет работать над тем, чего вы хотите. А объективно то, чего вы хотите, вам может быть недоступно, потому что нету знания о том, чего вы хотите. Вот объективно, к сожалению, ситуация может складываться вот таким образом. Далее, неуверенность в себе, которая есть у вас, она распространяется, скорее всего, не только на вот то, что вы не приемлете себя худым. Неуверенность в себе, скорее всего, распространяется также на то, что вы один в 30 лет, у вас нет девушки, нет семьи и так далее. И это тоже является как бы проявлением вашей проблемы с самооценкой, вашим возможно ощущением того, что вы не способны там, например, чего-то добиться, что-то сделать, что-то решить и так далее. Здесь можно поднять вопрос и о мужском поведении, о мужской модели поведения. Здесь можно поднять вопрос и о опыте отношений с женщинами и так далее. Далее. Я рекомендую вам представить себе ситуацию, при которой вы не работаете, при которой вы не должны ничего делать, при которой вы не должны никому ничего, у вас нет обязанностей, я рекомендую вам представить эту ситуацию и составить схемку своих ценностей. То есть вообще определить, какие у вас есть ценности. Ценности можно посмотреть в интернете, если вы сами их не знаете или сложно вам назвать эти ценности. Далее. Но только важно, чтобы вы были честны сами с собой. Далее. Важно, чтобы вы из этих ценностей вывели идеи. ну, то есть, например, гуманизм, допустим, как ценности, помощь людям, например, да, то есть, вот, идея помощи людям. А далее, исходя из помощи людям, я предлагаю вам посмотреть, речь. Например, исходя из идей, посмотреть на то, как бы вы могли эту идею реализовать. На этой, на мой взгляд, довольно простой схемке, по этой простой схемке, вы смогли бы проанализировать то, насколько вы совмещаете то, что ценно вам, я имею ввиду, то, какие у вас ценности, да, и то, что вы делаете реально по факту. Вот, и я рекомендую вам об этом подумать, потому что это важно. Следующее, рекрустинация это всегда проблема с вниманием, и поэтому я рекомендую вам работать над вниманием. Листочек белой бумаги берете, смотрите на него, пытаетесь удерживать его, этот листок в сознании и ни о чем о другом вообще не думать, кроме только него. Это важно для того, чтобы вы старались удерживать в своем внимании только то, что действительно нужно вам. Это важно для того, чтобы вы старались удерживать в своем сознании только то, что действительно имеет значение значение и не позволяли ничему другому вас отвлекать. Это важно. Далее, помимо того, что я вам уже рассказал, поскольку вы не всегда скорее всего были в этом состоянии и у этого состояния есть причина, что-то блокирует ваше поведение, что-то блокирует вашу активность, либо это неуверенность в себе, либо может быть вот все-то еще. Так сказать пока нельзя, нельзя, но тем не менее. Я рекомендую вам может быть составить список, если вам так удобно, потому что я увидел, что вы довольно схематично изобразили свой вопрос, поэтому я думаю, может быть вам будет удобней написать список. Значит, список того, почему вы делаете то же, что вы делаете. То есть вы как бы вспоминаете для чего вы работаете, например, для чего вы занимаетесь работой, для чего вы выбрали именно именно эту профессию и так далее. И вот вопрос почему это вопрос мотивов, а вопрос для чего это вопрос что вы хотите по итогу получить. То есть вот вы говорите, мне нужно развиваться как специалиста в своей области. хорошо, вы можете развиваться как специалист в своей области. В этом объективно нет ничего плохого. Но вопрос, зачем, знаете, вопрос, зачем вам это, зачем развиваться в этой области как специалиста для чего, чего вы хотите получить, что вам нужно, на что вы рассчитываете. Вот основные моменты, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. это важно. Очень важно. Теперь мы с вами, наверное, пройдемся по тексту вашему, чтобы лучше его разобрать. Итак, беспокоит состояние полного бедволя, которое длится неделями, потом может прорываться на какое-то время, несколько дней, недель, потом опять длительное бедволе. Смотрите, какая получается ситуация. Понятие воли, понятие воли, означает произвольность. То есть, я хочу что-то сделать, я беру и делаю. Ну, вот так, для примера. Я хочу это сделать, я беру и делаю. Например, я хочу ответить клиенту на письмо, да, я открываю и и целкостью это делаю. То есть, целкостью цитаю это письмо и отмешаю. Если я не могу этого сделать, значит, мне все это мешает. есть что-то, что не позволяет мне это делать. Затекает вопрос, что это? Что не позволяет мне делать то, что я хочу? Что не позволяет мне делать то, что мне мешает? Знаете, если ваше состояние безволия и, соответственно, когда вы чувствуете, что вы вновь на подъеме происходит абсолютно неконтролируемо с вашей стороны, абсолютно неконтролируемо если это происходит, то это не психологическая проблема к сожалению. Это не психологическая проблема в таком случае. Это в таком случае проблема физиологическая то есть с вами что-то происходит. Я не буду говорить диагнозов тоже и не буду говорить органов, которые могут отвечать за это. Пусть более зналищие люди об этом скажут. По-моему, что-то видно это не так. По-моему, что-то такое отвечает за это. вот и в этом случае вам нужно обращаться в том же именно к специалистам, то есть к врачам в этом случае. Если же у вас подобное состояние происходит только когда начинаются определенные эмоциональные переживания, о которых вы не пишете, кстати говоря, вы вообще не говорите ни о чем, что может быть связано с вашим эмоциональным переживанием. Вы вообще как будто не рефлексируете, что с вами происходит. вы просто механифически описываете свой день, свое предопровождение, да, вот, но при этом вы абсолютно не рассказываете, что вы чувствуете, что вы ощущаете, какие у вас чувства. Это очень плохо, это говорит об отсутствии эмоционального интеллекта. Именно с вашей стороны. И над эмоциональным интеллектом конечно же нужно работать. Это безусловно. Вот. Но это отдельная тема, и я полагаю, что если просто ее охарактеризовать, то это прислушаться к себе, то есть вам нужно прислушаться к себе, прислушаться к себе, отслеживать свои эмоции, отслеживать свои мысли, ну, возможно, на ассоциативном уровне. То есть я, например, вот предлагаю вам, допустим, такую вот ситуацию, такую форму работы. Например, вы допустим, чувствуете, что вам нужно ответить клиенту на письмо, но вы этого не делаете. И вопрос заключается в том, почему вы этого не делаете, с чем у вас это письмо ассоциируется. Вот так вот через ассоциацию мы придем к определенному конфликту, конфликту мотивов, о чем я вам и говорил. Говорил в своей записи немного рано. именно конфликт мотивов с точки зрения психологии либо проблема с умением, проблема с мотивацией, ненавстраток мотивации, делать какие-то вещи, либо неуверенность в себе, страх, определяет прокрастинатство. То, что у вас по сути имеется. Вот. и думается мне, что именно такие психологические проблемы могут быть у вашего состояния. Другое дело, другое дело, что да, вот другое дело, насколько это так, и другое дело, насколько эти психологические проблемы вообще имеют место быть. Это вот уже другой вопрос. Но тем не менее, я полагаю, что именно так можно охарактеризовать что-то с вами происходит. И тогда вы говорите о том в своем сообщении в конце, значит, что хотелось бы найти инструменты для выхода из безвольного состояния. Знаете, инструмент инструмент это механизм. механистический выход из вашего состояния в лучшем случае будет повторять то, что с вами происходит вот сейчас на данный момент. То есть, в лучшем случае, на мой взгляд, механистический процесс будет симулировать или эмулировать или воспроизводить то, что вы чувствуете в данный момент. То есть, по сути, речь идет о таком механистическом нерефлексируемом поведении. Если вам это нужно, то специалисты НЛП вам помогут. Если же вы хотите все же осознавать, что с вами происходит, если вы хотите осознавать и понимать и управлять вашей жизнью, рефлексируемом, я понимаю, что в этом случае имеет смысл действовать в тех направлениях, которые облучил я. То есть, поиск и корректировка устранения проблем, которые породили ваше состояние. Так вот. В частности, инструментом можно назвать например, работа с вниманием. В частности, инструментом можно назвать повышение уровня, повышение количества мотивов и смыслов того, что вы делаете. То есть, например, если человеку надо, допустим, заниматься спортом, а у него только один мотив, что ему например, говорят об этом и его родители только. Вот только родители говорят и все, да? Вот. Этого мотива определенно недостаточно. Но если этому человеку дать еще мотив, другой мотив, то есть, например, что занимаясь спортом, он там будет, например, нравиться большему количеству девушек, например, мотиву появится больше. И человек больше желание выглядеть хорошо, это мотив. А для того, чтобы, например, иметь хорошую фигуру, ну, как бы, свою собственную фигуру иметь хорошую, это другой, это уже цель, это смысл. то есть, я хочу нравиться себе, это мотив, а смысл, это именно вот то, чтобы иметь хорошую фигуру. Надеюсь, что здесь вы меня поняли, потому что это очень важный момент. фигуру. Я надеюсь, что вы меня здесь услышали. Обязательно это важно. Далее, значит, вы обиживаете свой сон, значит, я сплю 6 часов, хотя 8 часов, хотя просыпаюсь обычно после 3 часа не могу подняться. В это время часто засыпаю, просыпаюсь, следую с полусонным состоянием, хотя понимаем, что спать для меня вредно и деструктивно, а почему вредно и деструктивно спать больше 8 часов, не очень понятно. И также почему вы не можете подняться, если просыпаетесь после 8 часов сна. Так, аппетит обычно так, про аппетит я сказал, работаю на себя удаленно дома, а почему вы работаете на себя удаленно дома, какая у вас специальность, может быть, вам такая работа не подходит, не думали ли вы о том, чтобы поменять работу, если вам нужен стимул извне. Ну, а что касается хобби, увлечений, пишет, что встали безволие, мне будет мало туда сказать удовольствие, или только могу посмотреть сериал, тенью всего обновляя 3-4 на вас не перескутся, чем убивая время. Ну, я понимаю. А что вам нравится вообще? Было ли у вас вообще как-то когда-то такое состояние, когда не было вот этого всего-всего, что вы описываете? Было ли у вас когда-то состояние, при котором подобных симптомов у вас не было? То есть безволия не было? Когда вообще это безволие у вас началось? как оно появилось? В результате чего? Какие обстоятельства повлияли на появление этого безволия? Всех вот когда вы стали здесь один? Или раньше? Или может быть помните? Или у вас что-то произошло? Такое произошло что-то негативное что-то плохое и так далее Я полагаю что это очень важный момент потому что если вы говорите что вам ничего не может достать удовольствие то получается вам и работы удовольствия не доставляет а если вам и работы удовольствия не доставляет значит вы скорее всего привыкли делать какие-то вещи не по удовольствии а потому что надо вам двигает чувство надобности это вот не всегда правильно там что нужно руководствовать своими желаниями а не тем что надо вот я хотел бы вас на самом деле спросить такой важный момент кто устанавливал вот эту планку над если она у вас действительно есть это очень важный момент потому что он по сути является может быть ключевым пониманием вашей проблемы если вы как следует сами об этом подумаете то я полагаю что может быть у вас будет понимание того и что далее происходит ну с коммуникациями все понятно это неуверенность в себе будучи в более молодом возрасте я предковал попроски начать новую жизнь то есть уделять определенное время по секундомеру работе на вашем делам но потом значит таких попыток неуверенно попытки не уничтожали с успехом поэтому бюджет по себе такие попытки пропали но опять же для чего вы это делали то есть для чего вы хотели начать новую жизнь для чего вы уделяли определенное время разным сверху работе домашним делам зачем вы это делали это тоже довольно смысл того что вы сделали вот значит ну про путешествия я говорить не буду потому что все понятно я об этом в самом начале сказал вот ну и дальше вы пишете про состояние нормальное которое у вас есть в принципе комментировать особо нечего это такие довольно физиологические процессы которые мне кажется больше подходят для медиков нелеги чем для психологов потому что психолог он работает с эмоциональной и психологической сферы духовной сферы я бы сказал ну кроме религии а вы описываете здесь очень сильно физиологию и как бы ну да вот в одном состоянии вы спите так в другом состоянии вы спите по другому но это нерефиксируемо здесь и вы не отслеживаете свои эмоции как и не совсем понятно что с вашей семьей почему вы стали не один были ли у вас когда-то отношения какие у вас были отношения с семьей и так далее все вот это нужно анализировать и где-то там скроется корень вашей проблемы ну какие-то аспекты я вам дал какие-то средства я вам предоставил надеюсь что это поможет вам на этом все если у вас остались вопросы пишите в личку буду рад помочь если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучшим пожелаю вам всего самого доброго и удачи спасибо спасибо Продолжение следует...